Соответственно, ждем. Ну, вообще, смотри, очень крутая комбинация уже имеется у оптиков. Ну, как сказать, комбинация, в принципе, в нападении они будут очень сильные. Стоит отметить, что все-таки Тайт — это персонаж, который в нападении суперкруто смотрится, там с Брингдаггером, с Реведжем прилетает. Но если тебе приходится этот Реведж использовать для того, чтобы задефать свою сторону, например, то ты потом просто не можешь никаким образом после этого драться. А команда Virtus.pro все же с такими темпами, то есть у них имеется Джаггернаут, у них Оракл, все ультимейты не так долго кадештся, они смогут очень быстро продолжить свой натиск. Ну, соответственно, ждем, что же будут придумывать оптик на последний бан. Да, в итоге Джаггернаут на позицию Кора появляется для команды Virtus.pro, остаются последние баны обеим командам, все еще стоит избавиться. Я так понимаю, от оффлайна какого-то или же нет? В плане расстановок по линиям. Тинни может быть оффлайна. Я про это думаю, что Тинни, скорее всего, отправят оффлайна. И сейчас... Ох, ничего себе, до чего ты техника нашла! Мы можем посмотреть игроков в прямом эфире. Замечательно. Надо бы раньше, конечно, видеть лица игроков, особенно когда у нас был стадий пикабанов. Пейнгейминг. А тут мы видим Ваню Артстайл. А где его тетрадка смерти замечательная? Легендарная, так скажем, в которую имена команд вписывают. Они все умирают, отлетают. Особенно китайских. Да. Да, ну вот они, оптики. Что ж, последний бан. Это пак от команды Optic Gaming. Банят еще один. Ну, вообще, требуется все-таки в Virtus.pro здесь контроль. Какой-то под драку массовый не помешало бы. Потому что Джиггернат, это все-таки не самый контрольщий, я бы сказал, персонаж. У него вообще ничего не имеется. Чен, наверное, только лишь вместе с тени будут пытаться в этой драке кого-то цеплять. Но ждут пока что последнего бана Optic Gaming. Соответственно, Аутур Девавр отправляется в бан. Ну и ДК. ДК на мид. Здесь все понятно. Команда Virtus.pro. И последний пик остается для команды Optic Gaming. И это сейчас мы узнаем, что будет. Показывают Зая. Интересно, я так понимаю, они в одном помещении, что ли, сидят или как? Или просто в соседних, потому что у них вертолетные наушники, которые изолируют полностью шум сторонний. Возможно, знаешь, но хотя с другой стороны, мне кажется. Нет, но в одном-то вряд ли. Возможно, просто в соседних каких-то сидят, чтобы не слышали чего. Просто, чтобы какие-то шумы не залетали от людей, которые сидят за спинами. Что-то вроде того. Но с другой стороны, Си 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 забирает себе Шторм Спирита. Ну, Ван садится на Драгон Найта. И пики укомплектованы. Мы уже готовимся потихоньку переноситься на эту карту. Ну, пока что вот мы увидели еще парочку игроков. Нам показывают ведущих замечательных с места события. Да, интереснейшие пики, но пик команды Virtus.pro мне очень нравится. То есть вот эта вот старая комбинация через подсейв Оракла. Как правило, работает. Пусть не так хорошо, как с Хускаром, с Жиггернаутом тоже вполне себе сносно смотрится. Так что мне пик команды Virtus.pro нравится больше. А вам? Мне тоже больше нравится пик команды Virtus.pro. В этом плане я с вами солидарен. Будем топить ЗВП. А если будут побеждать, конечно же, оптики, переобуемся, как обычно, да? Футболочку снимем, перевернем. У меня нет, к сожалению, футболочки с собой оптиков, но... Да, почему бы и нет. Напоминаю еще раз нашим замечательным зрителям, что эта встреча проходит в формате Best of 1. Не будем забывать, как и все последующие карты сегодняшнего и завтрашнего дня. И вот у нас уже начинается игра. Давайте смотреть, кто куда отправится. И самое главное, где и как поставит Vision. Потому что это зачастую решает. Пайкат уже вместе с Заем потихонечку двигаются на нижнюю линию. Готов, если вдруг что, Заем наверняка ставить варды. Ну и... Вообще, конечно, здесь что со Штормспиритом, что с Герокоптером, Висп будет работать весьма-весьма классно. Тем более, Тайтхантер. Прилететь в любую точку карты. Дать реведж. Очень все хорошо у команды Оптигейминг. Начинает расстреливать Рамзеса. Рамзес пока что не ведется на провокации. Так скажем, отступает просто. Да, он еще не вкачал себе Блайтфьюри. Если вдруг что, он мог бы весь этот дэмэдж заивейдить. За счет данного скилла. Но, с другой стороны, пока что... Не так сильно это ему понадобилось. Боялся, что кто-то рядом еще встает. Интересный варс стоит отметить у команды Оптик. Они очень глубоко его поставили к себе на ХГ. А возле стаков, крипов... Просто я... Потому что не часто увидишь вард именно в этой позиции, что вставили. Причем они поставили именно в свой лес. Да, ну, действительно, возможно, просто... Ну, это чтобы контролировать выход Чена, я понимаю, да. Но в первую очередь, но все же. Чен очень любит выходить на медл-линию. Тем более, вспомнить вообще, как играл арт-стайл на данном персонажа. Я думаю, что Роджер хотя бы самое малостное перенял. В это время есть гашек по Чену. Роджера пытаются пробить. Сейчас будет бадиблок от 33-го, но... Вроде как уже все. Да, в итоге не удалось забрать здесь Роджера никак. Расходятся игроки по линиям. Все довольно ровно. Пытаются улететь соло. Но здесь урона не хватит, чтобы его забрать. Сбить ТП опять же нечем. И на топе у нас уже образовывается трипла. Я так понимаю, хотя... Да, да, трипла. Здесь будет соло. Здесь будет также у нас Рамзе сфармить. И помогать ему с этим будет, конечно же, Чен. До поры до времени. Чен там уже обузит эту связочку. Телепортирует крипов на базу. Ну, а здесь у нас Паша будет терпеть пока что на линии. Против него выступает Пайкат при поддержке Зая. Ну, а в миде один на один противостояние CCNC против No1. Да, на самом деле, очень неприятная линия для команды Virtus.pro. Потому что Тиня очень сильно страдает от Гирокоптера. Тем более еще и Зай будет его немножечко подускорять. В этом плане, конечно, Рокет Беррэш будет работать суперкруто. Роджер. Очень далеко заходит. Но его пока что не пробить. Хотя, подходит Кристалл Мейтан. Если получится прокастовать колбу, то... Может быть, убьют, но он забирает себя Гарпио. Хороший крип. Да, крип достается Роджеру сейчас. Слушай, а может быть, еще убьют. Гарпио Штормоделу танкует пока что. 33-й, за ним продолжается погоня. Да, это ФБ. ФБ для команды Virtus.pro. А это, возможно, еще не конец. Прохарасили неплохо. Также еще и Кристалл Мейтан. Ну, на этом пока что все. В миде очень ровное противостояние, на самом деле, но Уанна против CCNC даже выигрывает ее. Но Уанна у него 7 на 1. CCNC пока что догоняет, просаживается на 2 крипа, но это не сильно сказывается, так скажем. Ну и на линии у Паши тоже все замечательно. Паша имеет ласхит, у него уже 5-1. Ее тут, конечно, пытаются харасить по КД, но фарм он свой имеет. Плюс экспу получает. Это самое главное. Да, до поры до времени все. Так примерно и будет происходить. Пока что Рамзес может себе позволить даже заходить прям практически потеря 1 тавр. Ничего не бояться. Правда, накидывают на него колбу. Конечно, Соло здесь рядом. Откидывается еще и Форчун Сэндом по 33-му. Но Рамзес будет фармить. Рамзес абсолютно спокойно должен на этой линии добивать своих крипов, выносить себе нужные артефакты. Это та же Аквилла, ПТ-шка, дальше Яша. Может быть, будут фейзды, правда. Хотя наверняка это ПТ-шка и Баттлфьюри. Соответственно, посмотрим, что в этой ситуации произойдет. Очень наглядно. Проблема у ЦМки. У ЦМки огромнейшие проблемы, да. Два кри. Четыре. И просто четыре голема пришли и закинули по 125 урона. Ну, еще плюс два крита от Рамзеса прокнуло. И в итоге минус Кристал Мейден. Кристал Мейден погибает. Это уже второй фраг для команды Virtus.pro 2-0. И продолжает трипла ВП давить. Также на Паш тут, конечно, агрессия есть. Но Паша имеет тос. Выкидывает просто Пайката подальше от себя. Еще попутно харасит Зая. Ну, Паша может спокойно размениваться по ХП, учитывая, что у нее фласка в кармане лежит, если что, отхиляется. Здесь у нее все замечательно. Да, уже заюзал ее. В миде уноуана просто шикарно все. Он начинает отрываться от CCNC в плане фарма. Уже опережает на пять крипочков. Это много. Ну, и далее мы видим, будет появляться у нее Соло Ринг. По КД закидывает Брестфайр. В двоечку уже имеется пассивка. Харасить смысла ДК нет, потому что реген бешеный. А в это время, я смотрю, у нас Соло в лесу. Нет, прошу прощения, это не Соло, конечно же. Это у нас Рожа в лесу забирает себе Урсу. И сейчас будет выход очередной. Там побежали кентавры за ЦМку. ЦМке могут быть проблемы. Хотя... Приморозил и не должно сдать. Да, заберет. Задинаил, отлично. Да. Как там, отец драконов, да? Из драконов в действии. Ну ладно, я думаю, до драконов доживем. Ну что ж, Рамзес. Доделает себе потихонечку Аквилу. Имеется у него Блэйд Фьюри в двойку. Так что можно уже очень неплохо прохарасить того же самого 33-го. Контроль от Соло на этой линии имеется. Если вдруг что, опять же, Чен выйдет. И дэмжи можно весьма немало нанести по тому же самому Тайтхантеру. Ну и вот Роджер с Урсой будет пытаться выйти на миддл. Блэйн есть у него еще и руна Инвиза. Ну, в любом случае, возможно, сейчас еще пойдет, доберет себе пару крепочков других. Сейчас должны, на самом деле, будут это заметить довольно-таки скоро. Да, там спину готов кайт Роджер. Пашу прогоняют в это время с линии. Но у Паши имеется Шрайн листой. Ничего страшного. А, там пятая минута еще нет. Да, нет пока Шрайна. Ну что, CCNC чувствует, что опасность. Опасность рядом, нужно мансевать. Но и смоки заканчиваются. CCNC забрать не удалось. Паша в итоге отправляется на базу. Паригейнс прилетит обратно. CCNC. Приходится до Соло. Закидывает в Fortune Sand. Но продолжение не последовало. Все-таки Шрайн-Спирит уже довольно-таки далеко отошел. На топе пытается пробить Рамзеса. Рамзес не тратит до последнего Блайтфьюрия. Просто уходит на ноги. Имеется уже в единичку Хилингвард, если что. Закастует, отхиляется. Ну а в миде продолжает напрягать CCNC. Очень опасно поставляется Соло. Сейчас там еще и Тавр дамажит. Неприятно. Можно как бы... Было бы маны немножко побольше. Можно было бы сагрессировать. Или бы шестой левел какой-нибудь. Но нет. В итоге Соло уходит цел и невредим. А в это время Роджер продолжает свое шествие по чужим лесам. Контролит крепочков здесь. И возможно будет выход Глот на линию. Да. Ну что ж, Роджер уже с 3-мя. Артиллерия готова бомбить. А 3 камня. Соответственно 450 единиц урона. По CCNC. Сейчас будет стандарт. Стандарт на Уана. И здравствуйте. Полетели камни. Раз. Два. Три. До свидания. CCNC погибает. Это еще один фраг в копилочку команды Virtus.pro. Отлично сыграна. На целых 4 камня залетело, если не 5. Потому что там Голем подошел и умер. Разложился на двух маленьких Големчиков. В это время Паша продолжает абсолютно спокойно стоять у себя на линии. Хотя с другой стороны у него добито всего лишь 9 крипов. Три за ДНН. Их Пайкат вместе с Займ ему здесь спуска не дают. На мидл линии, правда. Смотри, опять скрипы имеются. У CCNC опять проблемы. Потому что пока что у левела не появится. Его можно будет пока забирать. Да. Полетели. Шпион. Просто со всех с четырех сторон окружили бедного CCNC. Враг не пройдет, говорит, конечно же, Роджер. И в итоге CCNC вновь погибает и отправляется в таверну. Но пока 6-го нет. Могут себе позволить. Да. ДК в это время уже имеет ПТ-шку. Сейчас будет себе ее нести. Тут Зайя, правда, находит. Иллюзия. Вроде как Кентавром спасается отсюда. Хотя на самом деле его ничего особо-таки не угрожало. Правда вот Рамзес довольно-таки сильно проседает наверху. Ну, опять же, Джаггернаут универсальный герой. Даже если его там гоняешь, у него всегда есть сильный кварт. Спокойно постоял, подхилялся. Проблем нет. Довольно-таки самостоятельный в плане кэрри. То есть не обязательно его оберегать. Как многих, да, на линии бейбиситить. Это зачастую развязывает руки саппортом. И вот мы видим, что это дает свои плоды. Уже тысячу голды ведет у нас Virtus.pro. Также у них все замечательно в плане фрагов. Ну и фарма отлично, конечно же, откидывает пашу. Да, там Тайтхантер тоже очень неплохо пробивали. Ну, Тайт остается в живых, отхиливается. Делает телепорт. Ну, там как бы нужно перетягиваться втроем, пытаться его забирать. Не думаю, что Соло Рамзес может его забрать. Даже с первым умни слэшем. Ну, там мана не хватило, на самом деле. Да, немного не рассчитал. Мана не слэш не хватило. Так, на самом деле, он мог бы забрать. Да, в это время. Пайкат очень лохитовый. Ой, как же он проживает стики. По-моему, Роджер теперь в опасности. Нужно бежать. За ним погоня продолжается. Буквально одного удара не хватает. Роджер, Мансуи до последнего. Да, флэгкэнон залетает. И Роджер отправляется в таверну. Там крипы. Крипы будут мстить за хозяина, за Заем. Погоня Зай нет. Зай здесь не забрать. Ну, на самом деле, команда Virtus.pro такими темпами может очень быстро разогнаться. И очень быстро надо начать пушить. Пока что у Джиггернаута очередные проблемы. Очень сильно просел. Но с Хеллингвардом будет, понятное дело, здесь жить абсолютно спокойно. Хотя Хеллингвард сейчас отдаёт. Самое малость ошибается. У меня слэш работает на развороте. Пробить 33-го. Приходит еще и соло. Там есть Блэйд Фьюри. Можно попробовать, да, забрать. Но 33-й неплохо отхилялся уже. Стоит отметить. Да, Блэйд Фьюри, может быть, и не хватит урона, нет. Но теперь точно хватает. Отхиливается. Но все же умирает эта ситуация. 6-1 в пользу команды Virtus.pro. Пока что давят. И давят очень серьезно. Оптикам просто вообще ни в каких местах не дают фармить. Только лишь внизу у Геракоптера все спокойно. По всем другим линиям Virtus.pro лидирует. И причем лидирует очень серьезно. Так, видите, что цеплять No.1 ничем. Опять же, далековато находилась СМ. Вортекса все еще не имеется. И нескоро, наверное, появится у CCNC. Так что здесь No.1 безнаказанно уходит. Да, у Хаста была. Так что он выживает. Абсолютно в любом случае. Так, тут Паша. В принципе, продолжает стоять. Подтягивается Роджер. Крипы. Можно попытаться зацепить кого-нибудь. Роджер получает кулдаун в лицо. Надо бы застанить Геракоптера. Сетка уже работает. Чен. Пока что живет. Чен может уйти в лицо. Роджер. Получает последнюю тычку. Вайкат. Дальше пробить бы Пашу. Но нет. Нет. Слишком толстый персонаж. Бить его уже не очень хочется. Тем более, потеря Дентавром. Когда может прилететь абсолютно любой другой герой. Тиммейт команды Virtus.pro. Да, вот Роджера забирают в очередной раз. Это, конечно, неприятно для Virtus.pro. Отыгрывать немножко денежка сейчас с оптики. В это время на топе очередная попытка забрать Тайтхантера. Не угадал. Возможно, увенчается успехом. Хотя Тайтхантер мацует там между елками. Там не угадал просто Рамзес. В какую сторону пойдет Тайт. И крутился немного с другой стороны. Поэтому не дамажил. И, понятное дело, его там уже никаким образом пробить было невозможно после Blade Fury. В миде агрессия на CCNC. Но это, скорее всего, чтобы просто размять его. Не знаю. Тауэр в любом случае падает в копилочку No-1. А чтобы Тауэр, скорее всего, именно на 100% он забрал. В это время смог вылазка ответной от команды оптиков в мид. Возможно, будет попытка сагрессировать на No-1, но очень лоу-хпшная CCNC. Это может быть опасно. Нет, все-таки No-1 будут пытаться цеплять. Есть кулдаун. No-1 пробивает его. Колбу закинули. Врывается CCNC. No-1 успевает его. Роджер расправит на базу. Но, опять же, слишком плотный ДК. Да, с такими персонажами, чем действительно очень хорошо работает. Но стоит отметить также, что и с Джиггернаутом тут можно будет комбинировать. Тоже весьма-весьма круто. Да, Паша получает ракетку. Но это не будет иметь продолжение. Да, это вряд ли это так. Встает на месте. Предварительно, я бы сказал, шоу предварительные ласки на линии. Просто разминают. В это время на топе падает Т1 в копилку команды Virtus.pro. И это уже 4000 преимущества так-то за ними. Неплохо. Да, на 11-й минуте мы сегодня ни в одной игре такого не видели. Все более-менее ровно было примерно в это время. Ну вот сейчас, как мы видим, уже все-таки Virtus.pro. Очень даже серьезно лидирует. И их преимущество просто видно по игре. То есть не могут давить, они все могут позволить. Сейчас практически все, что угодно. Тир-1 Тавр начинает ломать опти-гейминг. Тир-1 Тавр должен упасть. Да, Virtus.pro не собирается драться за этот Тавр. Они в это время на топе пытаются забирать Т2. И, кстати, проблема может быть у CCNC, потому что неподалеку находится Роджер. А что у него там в плане крепочков? Ну, не то, что хотелось бы видеть. Если застанет, на самом деле, CCNC, то там он чуть ли не сомнился, что одного может отъехать. Ну, хотя да, должно хватить урона. Там не так много хп. Оптики забирает в итоге Т1, отступает пока что. Я вижу, Армлет появился у ДК. Дальше будет Нулан выходить, конечно же, в Блинкдаггер. Теперь проблемы у Пайката могут быть. Но правда, всегда рядом есть Зай. Зай всегда спасет. Придет на помощь. Здесь все ясно. Там на топе что-то продолжается все еще. Там, я не знаю, что попытка Рамзеса зайти за Тавр. Может Курьера подрезать? Нет? Нет, 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 опасно. Локфюрит и паут. Парабил Крепочка, в принципе, сейчас улетел на мидл-линию и может здесь продолжить фармить. Хотя там, конечно, слишком большое количество героев, игроков команды Optic Gaming на один квадратный метр. Поэтому сложновато. Что ж, Нун в это время продолжает фармить уже внизу. У него топ Нетверс на этой карте. 6500 Нетверса у него имеется. Ну и довольно-таки скоро будет уже делать все БКБшку. Опять это? И сколько? Я не знаю, можно целую хайлайты нарезать с этими варанерами, которые лесные. Просто выходит, сколько раз они выходили кого-то в руты или там убивали просто случайно, рандомно. Неоднократно. Это, конечно, очень неприятно иногда. Гадят тебе в этой игре, но сейчас это было не критично. Так, Нун в форме дракона спрятался в лесочке, ждет пока что. Возможно, кто-то поставится из команды Optic, но Optic не подставляется. Там в это время агрессия на кого? На Рамзеса, но Рамзес тоже уже далеко ушел. Я так понимаю, ВП сейчас с полным составом пойдут давить по нижней линии, будут забирать Т1. Вопрос только в том, будут ли драться за этот тавр сейчас у нас Optic. Ну, забирает себе крипов Чен. На самом деле должна быть там уже убийственная комбинация. Было бы неплохо големов иметь в такой ситуации, но он принимает ракетку на себя. Ну и больше ничего. Пока еще не происходит, но Нун в форме. Нун, в принципе, может уже пробивать Т1, и ты ему ничего не сделаешь. Слишком уж плотный этот персонаж. Да, он из соло может танковать, причем у тебя всегда есть саппорт, да, который тебя хилит по КД. И мы видим, что Нуна просто не пробит здесь. В итоге отступает пока что Virtus.pro, там крипочка уже вплотную по центральной линии. Нужно отпушивать, и на топ сразу летает Рамзес. Тоже толкать линию. Рамзес скоро с БФом. Будет осталось совсем немножко до этого чудесного приобретения. Кстати, также стоит отметить, что и оптики перетягиваются в свою очередь также на топ. И 1700 уже на Уан, а также Блинк Даггер не за горами. И с приобретением блинка можно будет пока Дэвроватского отцеплять. Дело еще в том, что не совсем понятно, каким образом здесь оптикам пытаться этого Джигернаута перефармивать. Потому что тот же Геррокоптер, сколько бы ты ему стаков не делал, он не фармит быстрее, чем Джаггер. И Джаггеру тоже можно поделать стаки. У него еще есть криты. В принципе, с критами он разбирается намного быстрее, чем его визави на этой карте. Что ж, счет 6-2. 3000 преимущества за командой Virtus.pro. Оно, конечно, не растет. Но, с другой стороны, оно и не падает. Ой-ой-ой, подставляется Crystal Maiden. Забрал быстренько ее Рамзес за счет умни слэша. Кстати, умни слэша все еще первого левела. Да, есть Blade Fury. И вот сейчас уже будет 12-й у Рамзес. На самом деле, в ближайшее время заберет пару крипов. Возможно, так же еще. Байтит Рамзес на себя сейчас ACNC. В NVIDIA в это время No One. Готов врываться. Нету по этому поводу информации у команды OptiGaming. ACNC в очень опасной ситуации. Там скоро, по-моему, закончится руна. Нужно либо сейчас, либо никогда. Да, там совсем чуть осталось. Не, ну есть еще время. Есть еще возможность подтянуться к какому-нибудь тине, чтобы все-таки его законтролить получше. Ну так, ну, уже должен был ACNC понять, что кто-то здесь его стопит. Залетает в стану. И вот тине здесь, это минус CCNC. Отличная реализация руны невидимости. Сразу на бот, перетяжечка от Virtus.pro. Рамзес здесь, готовы защищать Тауэр. Блинкдаггер первый появляется для Тини. Скоро появится для ДК. Будет два блинкдаггера у команды Virtus.pro. И БФ скоро подъедет уже для Рамзеса на джиггернауте. Ну и Нун продолжает занимать лидерующие позиции по Нетворсу. Ой, кого это здесь выкинули? Это Crystal Maiden в лесу нашел у нас Паша. Есть Ревоч. Неплохо. Можно попробовать забрать хотя бы Роджера. Роджер! Роджер тут, конечно, контролит Крипочков своих. Отстанивался как мог, но этого не хватило. Роджер погибает. Но опять же вы потратили целую ультимативную, которая очень долго откатывается всего лишь на саппорта. Да, действительно, саппорт в четвертой позиции. Не хотелось бы тратить Ревершип. Хотя забрали еще весь зоопарк. У джиггернаута могут быть проблемы. Рамзес попытаться прожать Блотфьюри прямо сейчас. Выжить хоть каким-то образом. Выжить любой ценой. Ну-ка, работает пар? Живет, живет, живет пока нет. Но нет. Все-таки удогнали. Слишком много урона не смог пережить этого Рамзес. Даже стики успел прожать. Вроде бы, казалось бы, вот она. Вот она, свобода, но нет. Рамзес отправляет в таверну. Хороший фраг для оптиков. Тысячу голды сразу отыграли. Да. Топ метверс на карте у джиггернаута. Понятное дело, что сейчас Рамзес может абсолютно спокойно уйти в леса. И там тоже золото продолжать себе выфармливать. Он и так обогоняет своего визави на тысячу по золоту. Да и тем более еще у Драгонайта. Там разрыв с тем же самым Штороспиритом. Просто какой-то неимоверный. Три тысячи Нун выигрывает у Сесиансе. С этим нужно что-то делать. Шторма нужно хоть каким-то образом пытаться сейчас подогнать по фарму. Ну что, БКБ скоро появится для Гирокоптера. Продолжает фармить Тинни. Тинни также уже с Блинкдаггером. Два Блинкдаггера в наличии у команды Virtus.pro. Самое время врываться, цеплять кого-то, точечно быстро вырубать. Я думаю, это будет происходить сейчас в ближайшее время. Роджер забирает себе голема. Ну еще один голем тоже сейчас может появиться. Четыре камня очередной раз. Возможно даже шесть камней. Потому что с флэккэнона Гирокоптер, говорят, взрывает тех самых големов. И получается прокастовать очень много всего. Но в это время команда Virtus.pro заходит на Рошана. Соло в смоуке стоит и пытается подходы хоть какие-то... Поставил Vision, да. Пытается просматривать подходы. Рошан падает. Причем Рошан падает очень быстро. Все это по дауре. Да, и оптики об этом не догадываются. Судя по всему, Рошан забирает сейчас Virtus.pro. Это Aegis для Рамзеса. Да, и скоро Яш уже готовый будет. И будет играть через сэнджин Яш у нас Рамзес. Сразу понимает оптики, что самое время отступить, перегруппироваться. Потому что там теперь Aegis и Аганим. Далее себе будет приобретать Роджер. И возможно мы увидим отца драконов вновь в деле. Так, ну Паша, если вдруг что, сейчас стоит первый. На него не хочется ни в коем случае прыгать с сэнси, хотя... Все-таки Паша, куда он, блин, гадулся? Паша не ожидал увидеть целый ганг-отряд в лесу. Поворотки туда. Да, но побоялись его забирать. Паша в итоге выживает в данной ситуации. Там очень запакованный курьер. Сейчас летит с БКБшкой для гирокоптера. Должны забирать. Плюс там для саппортов артефакты. Забавная ситуация была, когда ты прыгаешь в лес, и там тебе целый отряд партизан ожидает уже втроем. Но на самом деле стоит отметить, что СССР и компания не успели среагировать. То есть там могла ЦМ-ка также закинуть колбу, то есть не дать Паше уйти в данной ситуации. Но в итоге Паша выжил. В это время агрессия на Нуана. Нуана активирует форму, просто откидывается станом, летит в него ракетка. Но неподалеку находится Рамзес. Подтягивается сюда уже еще и Тинник. И теперь нужно отступать оптикам. Есть уже и Роджер. Култан пошел. Култан просто для того, чтобы зафармить. Зря, да. Эта жадность может сейчас сказаться через... Ой-ой-ой, хотел сказать Блиндаггер. Сказал Блиндаггер, но не нужен. Закидывает в итоге Нуана. Есть сразу у нас ультимативная от Солоча. Пришел сюда 33-й. 33-й без маны. Без маны. Только сейчас у него мана появляется на Рэвадж. Отхиливается на фул у нас в итоге Нуан. И понимает оптики, что драться дальше смысла нет. Абсолютно никакого. Есть, конечно же, Рэвадж. Можно было бы пытаться с ним как-то заинициировать. Но проблема в том, что пробить того же самого Нуана под формой Рамзеса, Пашу. Слишком много жира у команды Virtus.pro. Ну, тем более, тут по крипам тоже ауры очень хорошо работают. И ВП в такой ситуации, конечно, сильнее. Но это, скорее всего, минус в Т2 сейчас будет на нижней линии. Если, конечно же, до конца не пойдут ВП. Потому что все еще имеют потенциал подраться оптики. Опять же, у них все еще в наличии есть Рэвадж. Который можно удачно вкастовать. Но и вот Virtus.pro пока что отступают. Ну, слушай, пока что не была реализована комбинация с Рэваджем, с Веспом. Но, с другой стороны, постоянно носят по линиям того же самого Пайката и... Там, возможно, все еще будет драка. Полетел с СССР. Нашел Рамзеса. СССР на развороте. Его цепляет. Нет, не цепляет пока что. Прогоняет у нас 33-го. Ну, слушайте, это может быть ошибкой. 33-й. За ним продолжается погоня. Бежит Рамзес. Бежит сюда Паша. Неподалеку также находится Соло. Отступают оптики. Поджимают их Т2. Здесь уже No1 готов врываться. Через 14 секунд будет очередная форма. Опять же, все еще в наличии находится Aegis у ребят с команды ВП. И начинает падать Т2. Паша. Отлично. Выкидывает просто CCNC под стан. CCNC. Он не слэш получает. И погибает он. И 33-й, возможно, отправится туда же. Сюда прилетает Пайкат на пару заем. Есть кулдаун. Пытается расстрелять у нас No1. Байбэк делает, что Распери сейчас вернется в драку. No1 все еще живет. Боже, как же его пробить. No1 просто нереально отхиливается в это время. Обрывается CCNC. Начинает фоксить Солоча. No1 все-таки добрали. Соло кидает на себя ультимативную. И пытается просто отсюда хоть куда-то деться. Да, он улетает. Он улетает на базу. И... Да, выживает. Отлично. В итоге только одного ДК потеряли. Зато заставили сделать байбэк Шторма. Не только заставили сделать байбэк Шторма. Еще и... А, ну ладно. Рэвэш не потратили на самом деле. Так что, в принципе, все нормально для команды OptiGaming в этой ситуации. Можно будет пытаться драться еще в ближайшее время. Но, конечно, Шторм, у которого было 5000 Нетворса буквально 5 минут назад. До сих пор бегает с 6000. Причем еще байбэк пришлось использовать. Это может быть критическое. Ну и как же хорошо играет Паша. Просто прыгнул, нашел этого Шторма, закинул прямо под стан. Все отлично было сыграно. Шикарная дота. Ну что, игра продолжается. Все еще 4000 преимущества за командой Virtus.pro. Продолжают фармить коры обеих сторон. Ну как, кор одной стороны и два кора другой стороны. Потому что пока что по фарму Шторма так себе все. Вся надежда на Гирокоптера. А, я думал ты про то, что в таверне Драгонайт. В это время проблемы могут быть еще. Устисианси очередной раз, но нет. А, его пытались здесь поцепить и соло. Я так скажу, что даже несмотря на то, что ДК был в таверне. У него как бы на 2000 побольше. Даже на 3000 с половиной побольше, чем у Шторма. Так что не страшно. Да, ну он, конечно, действительно здесь разгоняется очень серьезно. Ну, он просто задоминировал свою линию. Равно так же, как это сделал Рамзес. И в этой ситуации, конечно, в Virtus.pro самую малость лидирует. 22-я минута игры. Пайкат уже с БКБшкой. И Пайкат, конечно, доделывает себе бабочку. Следующим же артефактом. Не делает себе, причем, Яшу, которую обычно берут на гирокоптера просто для того, чтобы она была. Просто, чтобы увеличить свой мусспид. Просто для того, чтобы как-то более агрессивно начинать действовать по этой карте. Хватает от них драмов. Ну и в итоге будет появляться бабочка прямо-таки вот настолько быстро. 23-я минута игры, соответственно, все сеансы тоже уже доделывается. Сделали скан сейчас в Virtus.pro. Но, в принципе, было предсказуемо, что не просто так идет 33-й вперед и танкует. Скорее всего, кто-то у нее за спиной стоит. Ну что, сейчас будет драка. Агрессия, так понимаю, на Тайтхантера. Да, Тайтхантера подкопали. Пытаются быстро забрать. Омнислэш. Есть ревальш, но Тайтхантер погибает. Омнислэш пошел дальше. Проблема ЦМК. 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 Должна погибать. ЦМК только сейчас отправляется в таверну. Нужно бежать отсюда. Сурочная Шторм Спирита. Сбить-то по нечему. Погоня продолжается за Пайкатом. Критули проходит. Пайкат. Пайкат. Пайкатушка. Полетел куда-то Робзес в неизвестность. А в итоге Пайкат выживает. Но это Зай был. Только что. А, прошу прощения, Зай, Зай, Зай. Все, я просто привык, что они как неразлучная пара, знаешь, как это, не разлей вода друг с другом летает, что кто из них, кто можно перепутать. Да. Прошу прощения, уволен. Это окно целое. Да, это был Зай. Разбирать. Конечно, если бы убили Пайката, то могли бы снести еще что-нибудь интересное. Но пока что этого не происходит. Соответственно, падает только лишь один Тавр в этой ситуации. Пытается там Геррокоптер тоже что-то в вражеских лесах искать. Возможно, попытается здесь самый Маус поднапушить. Но тут уже Драгонайт. И с Драгонайтом ты ничего особо-таки сделать не сможешь. Ну вот мне на самом деле интересен билд Шторм Спирита. Потому что непонятно, зачем он делает себе Бладстоун, если его и так убивают. Проблемы могут быть у Рамзеса. Рамзес. Ну, да, уходит отсюда. Там был Вортекс. Ну, как бы потратили, потратили еще и колбу. А толку-то Блэйдфюри всегда имеется в наличии и просто уходит. Здесь его цеплять нечем. Более. Сальца какого-то нету, ничего нет. Вернемся к Шторм Спириту. Он делает себе Бладстоун, но у него нету какой-нибудь Линкенсферы. То есть Линкенсфера ему бы здесь очень сильно помогала, очень сильно увеличивала бы его выживаемость. В плане того, что, с другой стороны, Драгонайт не мог бы впрыгнуть в тебя, дать тебе стан. Да, с другой стороны, конечно, есть Тинни, у которого Аваленч. И есть еще контроль, там, тот же самый, от Оракла. Соло может закинуть Форчун Сент. Это все сбивается Линкенсферой. Вот разве только что Тинни побоялся и решил, что ему Бладстоун будет нужен сильнее. Опять назовем, назовем агрессию, но за... Ой-ой-ой-ой, а вот теперь Пайкат. Теперь можно попробовать Пайката забрать. Пайката захиливает до последнего. Ну, он врывается. Ну, он есть Hand of God, есть кулдаун. Ну, он погибает. И на развороте можно попробовать подцепить Роджера. Роджер. Здесь уже Рамзес начинает шинковать. Пайката пошел он не слэш. По всем игрокам команда Opti Gaming в итоге добирает. Рамзес пока что только Crystal Madden закидывает сюда просто Роджера. Иди, братан, разберись там со всеми. Но Роджер, по-моему, этому не рад. Получает у тиммейта от Соло. Рамзес просто идет и шинкует команду Opti Gaming. Оптики просто в рассыпную. 33-й здесь закидывает обратно Пайката. Пайкат погибает. Остается только Тайтхантер. И сейчас, скорее всего, будет минус 5. Рапажечку. Ну, давай, Жеш, Рэпэйдж. Ну, и буквально один удар еще специально не добивает. Тайтхантер оставляет Рамзес. Да есть, Жеш, Рапажка. Рапажка для Рамзеса в этой игре. Да, вот это поворот. Это было жестко. Ну, вот тот самый Шторм Спирит Тинни. Паша просто великолепно отыграл в этом файте. Он залетел. Он сразу же дал Эваланч по троим героям. Следующий Эваланч дал по двоим персонажам. И в итоге под этим всем Рамзес нанес огромное количество урона. Ровно так же, как и закинули потом того же самого Чена. Все это по области работает. И Opti Gaming просто не хватает у них хитпоинтов для того, чтобы все это переживать. Тир 2 Тавр должен потихонечку уже падать. А Нун очень скоро Нуван должен скоро получить... Не важно, он говорил, что может быть так и так. Не суть важно. Как вам удобнее? Скоро, соответственно. Т2 падает, да. И 10 тысяч, 11 тысяч уже преимущество за командой Virtus.pro. Продолжают коры обрастать артефактами. Вот он, бабочка уже готовая для Джиггернаута. Что там у Нувана? У Нувана МКБ дали будет покупаться. Но какое-то время еще пофармит. Хорошо. Ну, увеличивать скорость атаки. Действительно, талант. Ну, он там видел. Он там еще плюс увидел, что Гирокоптер как бы себе бабочку тоже выфармливает. И сразу, чтобы законтрить, здесь все ясно. Безусловно, это понадобится. Ну что ж, счет 17, 6, 12 тысяч преимущество за командой Virtus.pro. И пока что не совсем понятно, каким же образом это все камбэкать. Команда Opti Gaming залетает там кулдаун по крипам. Там Паша рядом, Паша в Шидоу Блейде. Может попытаться кого-то подцепить, но нет. Ну, Крикскипин все правильно делает. Просто подпушивает. Ладно, ждем появления следующего Рошана. Там совсем немножко осталось. Покажите, пожалуйста, таймер. Да, остается буквально полтора минуты. И прекрасно знают обе команды об этом. И вот пошла эскадрилья уже от Роджера на разведку. О, пока что, правда, в виде только одного дракона. Но я думаю, видим еще и больше по игре. Да, ну, конечно. Роджер сейчас должен показывать много красивых, интересных вещей с появлением. Аганима с Си Сиан-Си. В это время летает там на всю ману. Просто ничего не боится. У него рунная регенерация. Может тебе позволить. Будет пытаться каким-то образом не приседать по фарму. Но проблема в том, что улетает с него дракона и сбивает реген. Как же неприятно с Си Сиан-Си. Залетает перед фармом. Не временем он не слэш. Жигернаута пошел по пайкату, по Заю-Заю. Получается убивать. В этот ситуации рэвидж хороший. По пятерым залетается. Си Си уже врывается на развороте. Жигернаута получается убить. Разрывается. Просто еще и оракл вместе с теном. Это провал для команды Virtus.pro может быть или же нет. Паша бьется до последнего. Паша живет. Пока что его сейчас тоже могут забрать. Паша погибает. В живых остается только один ноу-ван. Один вопрос. Как это могло сейчас произойти? Не успели. Нет. Как по мне, не только рэвидж. Там можно было бы зафокусить быстро CC-NC, но мне кажется, Рамзес вектор своего направления атаки изменил в последний момент. Он не стал давать у меня слэш в него. Он пошел, развернулся и дал прокаст в Зая на пару с пайкатом. Поэтому драка разделилась на несколько частей. Там получилось так, что он дал мне слэш, по-моему, в Шторм Шпилита и просто улетел на Зая с пайкатом. Хотя, может быть... Нет, по-моему, сразу повернул. Ладно. Это в любом случае на хайлатах. Посмотрим на повторах. Это все будет видно. Но, опять же, суть и дело, не менять провальной драка для команды Virtus.pro и Рошан достается оптикам. Да, Рошан падает довольно быстро. И теперь сыра Егис. Абсолютно все, конечно. Здесь лаву раскинул Роджер. Пытается хоть что-то сделать. Дракон ход и есть, но он пока что пользы никакой не приносит. Все сеансы летают, пытаются выдать максимум ДПС по этому Рошану соло. Он просто подошел, посмотрел и отошел. Ну, отлично. Да, CCNC крадет. А Егис с силы света забирает Рошана. Ну и пайкат, конечно, уже с бабочкой смотрится довольно-таки серьезно. Дэмджа немало выписал в последнем файте. Сейчас Storm с Аегисом это все может перевернуть. Для CCNC Storm Spirit это, на самом деле, сигнатурный персонаж. Он на нем умеет исполнять, но вот сейчас на стадии лейдинга как-то не задалось. Посмотрим, что сможет сделать Аегис. Смог вылазка от команды Virtus.pro. Готовы они продолжать кого-то цеплять. И кто же здесь первым подставится сейчас, неизвестно. Потому что оптикет вступает на свое ХГ, Рамзес. Но там есть сентри, как бы. И врываться тоже сюда не стоит. Вот Паша. Ну, правда, слава богу, не в лотаре бегает, а в смоках пока просто. Можно было бы и подставиться. Ну, ну, осталось совсем немного до того, чтобы получить МКБ. Наверняка до этого момента сильно драться. В Virtus.pro не собираются. Ну, нет уже внешних товаров у команды Optic Gaming. Стоят все три внешних товара. Даже четыре, пять. Пять товаров у Virtus.pro. Да, пока что оптики. И можно сказать, что это неприкосновенный золотой запас на черный день имеется, если что. Если вдруг карта пойдет в другую сторону, всегда можно будет, ну, тысяч пять отыграть сразу можно будет. Пока товара будешь забирать. Ну что, момент истинный. Соло занимается пока что девардингом. Смок вылазка от оптиков. Слушай, у меня такое ощущение, что Соло... Нет, Соло не мог видеть, наверное. СССР за ним врывается. Да, у Соло тоже проблемы. Соло. Не успеет абсолютно ничего не выставать. Слишком быстро. Здесь уже и Пайкат. Пайкат забирает себе дабл демедж. И дальше-то мы видим, что у него 3000 на руках. И скоро появится Сатаник. Ну, а в это время Рамзес забирает. Три улетает. Это просто Рамзес. Может себе позволить. Ну, а сейчас команда Optic Gaming будет забирать Тирадин на миде. Пойдут ли дальше в этом вопрос? Потому что, действительно, с дабл демеджем на Герокоптере и Реведжем на Тейтхантере можно было бы подраться хорошо. Тем более, еще нету Оракла пока что. Так что можно было бы самым Маус прогрессировать. Пиди очень далеко заходит. Что происходит? Очень нагло играет Кристал Мейден. Может быть, он забыл, что он на саппорте играет. Как бы, что вот так вот врываться опасно. Я не знаю, каким чудом здесь его не удалось подцепить. Ну, ладно. В это время начинает падать Т2 по линии у команды Virtus.pro. Т2 отдадут. Да, с Т2 уже точно ничего не сделать. Там ракетки летают. Все. Но спокойно в Багдаде, скажем так, у команды Virtus.pro на хиграунд до сих пор никаких похушений не имеется. Никто не планирует заходить к ним на хига. Появляется МКБ в это время у Джаггернаута. Есть уже МКБшка у Драгонайта. Да, 2 МКБшки уже на команду Virtus.pro имеются. Значит, от бабочки толку будет не так уж много. Это не проблема будет теперь. И БКБ дальше будет себе фармливать Рамзес. Солар Крест появляется также для Роджера. Паша пока что, я не знаю, что он дальше хочет собирать. У него 2000 на руках. Ну, просто не тратит денежки. Тут просто супер много урона будет залетать от Джаггернаута, на самом деле, в ближайших файтах. Потому что он уже бьет очень больно. Да теперь еще с огромной скоростью атаки. Криты тоже. Хорошо. Могут пробить. Главное, законтролить в такой ситуации Си Си Анси. А Егес пока что еще будет работать довольно-таки долго. Так что, в принципе, команда Virtus.pro должна, честно, немного сдержана в этой ситуации. Особо не агрессировать. Каких-то супер... Загульных мувов, что ли, не использовать. А в это время влет от Си Си Анси на Джаггернаута. Большую проблему уроза. Там еще Ноуана поцепили. Там еще Ноуана поцепили. Ноуану тоже нужно бежать. За ним погоня продолжается. Неподалеку Роджер отправляет его на базу. Ноуан живет до последнего и в итоге начали фокусировать Роджера. Понимая, что не хватит уже сил, чтобы добрать ДК. И это еще минус два от команды Оптиков. И какие минус два? Забирает Рамзеса. Правда, в это время... Эскадрилья Роджера продолжает делать грязные вещи на базе команды Оптик. Бомбит. Просто база. Целиком и полностью. Но тут Си Си Анси пытаются уже с этими крипями разбираться. Забирается с ними довольно-таки долго. В это время Паша. Паша под Сильверейджем. Но здесь Силф Три Героя забирает Курьера с Ривером. Ой-ой-ой-ой. Это неприятно. Это очень неприятно сейчас должно быть. Ривер, конечно, должен был быть для Геррокоптера. Но с другой стороны, на самом деле, Геррокоптера особо-таки... Да нет, это не критичный артефакт для него все-таки. Не, я понимаю, если бы у него уже там было все для Сатаника. Да, если бы уже был бы Сатаник. Да, другой разговор. Так, ничего страшного. Да, мы увидим, что Орхид скоро появится для Си 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 в это время девардит свою базу. Гем, благо, ему это позволяет делать. Но потихоньку вроде как-то оптики отыгрывают. Правда, все еще 8 тысяч, конечно, преимущества за Virtus.pro. Но все же не то, что было до этого. Мы видим прекрасно по графикам. Да, команда Optic Gaming все-таки начинает оказывать некоторое сопротивление. С эмпонентом. Ну что ж, Зай вместе с... Так самое забавное, что им-то есть еще куда терпеть. У них там что-то вра, можно позабирать, побегать. А вот Virtus.pro-то особо некуда. Либо на ХГ эти уже ломиться, либо же продолжать бегать, фармить. Вообще, Optic могут очень серьезно разогнать свою Шторпфилита. То есть его еще разгонять. Разгонять у него 12 тысяч Нетворса. Всего лишь 12. В то время как Гирокоптер занимает первую позицию по Нетворсам. И у него 22 тысячи. Нужно что-то делать с ССНС. Я не знаю, каким-то образом его фармить. Есть макет команды Virtus.pro. Готовы вырываться. Рамзес отправляется вперед неподалеку Паша. В позиции находятся оптики. Готовы принимать. Пока что сплитпушит только один, я так понимаю, Зай. Рамзес. Подходит, подбивает. Так, отличный стат по ССНС. На развороте врываться нет. Не хотят пока что. Нет, да не другая. Никто не хочет делать первый шаг. Залетает ракетка. Пока что флэккэнон активирует пайка. Отцепляет Нууана, Нууан танкует. В это время Хилингвард на лонграуде. Нууан прожимает БКБ. Начинает избивать Пайката. Пайката закиливает в это время Зай. И на этом пока что все. Мы видим, что просто не пробивает Нууана. Сейчас закончится действие БКБ. Отступит Virtus.pro. Отхиляются за счет того, что есть Хилингвард. Пробили бараки. И в принципе форма будет очень долгое время еще работать. Так что можно будет очередной раз попытаться зайти. С другой стороны имеется реведж. И под реведжем драться не очень будет приятно команде Virtus.pro. Там тут эскадрилья. Эскадрилья из трех драконов летает. Два Троджера, третий от Нууана. Все понятно. Слишком много драконов в одной игре. Ну что ж, на половину барак пробили. Virtus.pro пока что отступают. Хорошо. Уже готовый сатаник по сути. Ганим. О, оно. Талант, 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 да. Талант от Виспа. Все понятно. Ганим собирать не нужно. Да, ну, конечно, очень хорошо с гирокоптером смотрится. Все это дело. Есть также сыр у Гиры. И на самом деле этот момент в некоторых ситуациях можно решать. То есть его надо либо очень быстро зафокусить и не дать прожать сыр. Либо просто очень долго держать его в станах. Чем, в принципе, может заниматься Dragonite вместе с тенью. Так, в это время обрывается. Нашли соло. Соло проблемки. Glimmer Cape. Есть All-Hill. Кидает на себя альтимативную соло. Пытается улететь. Догорит ли? Ну, отхиливается уже скорее всего. Да, да. Уже все должно жить. Должен жить. Ух, на фул. В этом очень сильно все-таки увеличивается. Так, в это время обрывается на 33-го. Паша. Можно попробовать забрать быстро. 33-й. Прячет его в Glimmer Cape. Убегает он. За ним погоня от Ramzes. Ramzes что, до конца решил идти? Нет. Все-таки отпускает. У нас Тайтхантер. Они стали его забирать. А тем временем уже 7 тысяч всего лишь преимущества за командой Virtus.pro. И потихоньку маленькими шажочками оптики отыгрывают преимущество. Медленно, но верно. Они сейчас собираются. Такое ощущение, что будет определенный смоуганг. Смок вылазка. Но скоро появится Рошан. Скоро появится Рошан. И надо будет пытаться этого Рошана что одной, что другой команде забирать. Для Virtus.pro этот Рошан жизненно важен на самом деле. Потому что такими темпами, как мы видим, они все-таки упираются в хэгграунд. И не могут на него зайти. Да, конечно, проколупали там неплохо бараки. Там рейнжевой барак пробили практически наполовину. Может быть, даже больше он догорел. Но, собственно, пока что еще полноценный зайти на хэгг не выходит. Очень осторожно играет ВП. Это мачо. Да я их понимаю, потому что можно ошибиться в любой момент. Все-таки Тайтхантер как бы в пике. Гирокоптер не будем забывать. Гирокоптер, кстати, сдали себе приобретать Муншард. Я думал, что он что-то более существенное на урон приобретет. Ну, почему нет? И скоро, уже совсем скоро появится третий Рошан. В это время CCNT, агрессия. Подцепили Рамзеса, сразу стан. У CCNT проблемы, нужно его сейвить. Рэвэш! Залетает, и кулдаун туда же сейчас. Виртус Про будут погибать. Рамзес не успел нажать ультимейт, он погибает. В таверну отправляется Тинья. Погоня продолжается за Соло. Соло тоже, наверное, не отпустят. Это будет уже в сумме минус 4 от команды оптигейминг. Боже, как же они ворвались. С живых остается один ноуан. Сбить БТП чем-нибудь. Да, сбивают! Это Дивайп от оптиков минус 5. И под Рошана. Рошан уже появился. Такое ощущение, что эта игра может продлиться еще минут 20, действительно. Потому что команды действительно то одни лидируют, то другие лидируют, то отыгрывают преимущества. Один Тимвайп, второй Тимвайп. Рампашка для Рамзеса. Самое забавное, что он уже замахивался. Анимация пошла ультимейт. Он мог успеть уйти в омнислэш. Но тычка со флэккэнона не дала ему этого сделать. И самое забавное, байбэк-то есть только у одного ноуана. Вот сейчас накапала Роджеру. Они делают свои байбэки. А что толку? Вас падает мид. Вас падает мид, и можно отступать спокойно. Можно сразу перетягиваться на другую линию. Оптики забирают Т3 на нижней линии. Как бы не будет Рамзеса еще 27 секунд. Да, суперубийственная комбинация с Кристалл Мэйден. ЦМ-ка, действительно, я уже практически уверен, что это персонаж, который будет появляться чуть ли не в каждой игре. Потому что пока что смотрится просто суперклассно. И вот впоследствии. До начала драки преимущество было 7 тысяч за командой Virtus.pro. Драка закончилась, и преимущество 6 тысяч за командой Optic Gaming. ЦМ-ка со Штармом, да еще и все это дело под виспом, который может тоже подрегенить самую малость мана. Все это... Все же сейчас дает возможность Ассисиан-Си, хоть и не с большим Нетворсом, но показывать себя. Да сейчас уже Нетворс особо не вляет. У нее линкап, да, появляется. У него уже что-то еще, только сейчас ее приобрел, да. Дальше будет выходить, не знаю, хоть Блатторн собирай, хоть еще что-то. В это время Virtus.pro заходит на Рошана. Мы понимаем, что нет пока что Тимойто Тайдхантера, ловит Соло. Соло пытается быстро забрать, Соло погибает. Отлично, есть кулдаун, неплохо. Рамзес в этот раз успевает. Заюз, затем не слэш. 33-й все это дело впитывает. Погибает он, не страшно, делает байбэк. Драка продолжается, сбивает NoOne, а NoOne погибает. Рамзес начинает пилить просто Зая. Зая отправляется в таверну, но Рамзес бьется до последнего. Погибает он, это ГГ. И в итоге оптики побеждают. Да как же это могло произойти? Вау. Очень крутая карта. Действительно очень крутые игры. Я бы не сказал, что здесь Virtus.pro прям каким-то образом очевидно ошиблись в такой ситуации. Просто оптики смогли реализовать свой пик на все 100%. То есть у них была Crystal Maiden, у них был Ravage и все эти массовые ультимейтеры обутали суперкарат. О чем и говорилось в очередной раз. Я прекрасно.